Если говорить о том, как он воспринял приговор, ну, вчера это было прям очень стойко, он улыбался, он молодец. Но сегодня, наверное, прошел тот адреналин, и он немножко погрустнел, скажем так. Первое, что мне сказал Игорь, он улыбнулся, он был очень рад, что увидел меня. Наверное, первое сказал не Игорь, первое сказала я. Я спросила у него, все ли у тебя хорошо после вчерашнего приговора, после, так скажем, того, что ты мне сказал там, в зале суда. Да, я скажу сейчас то, что он мне там сказал. Когда нас уже собирались выводить из этого помещения, где вчера оглашался приговор, Игорь сказал мне, что, ознакомившись и выслушав все материалы дела так называемого суда, там было написано, что он руководил протестами августовскими, находясь в камере СИЗО номер один города Минска. Возникает немножко странный вопрос, кому это могло прийти в голову вообще, и в каком состоянии должен находиться человек, который это просто по-серьезному писал, потому что у меня даже нет слов, и я не понимаю, как можно это написать и реально приобщить к материалам дела. И мне хочется задать один вопрос. На Володарского там как бы, ну реально можно из камеры руководить протестами, или что это, или как это называется, плюс ко всему. Он очень возмущался вчера тем фактом, он точно так же выкрикнул мне его, когда я выходила, то, что за все время судебного заседания ни одной экспертизы, ни одного поста, который бы подчеркивал его виновность по данным статьям, озвучено и показано не было. А сегодня на свидании он мне сказал такую вещь, которая в принципе очень поразила даже меня. Он сказал, знаешь, Даша, за все пять месяцев суда я свою фамилию в судебном процессе, вот этом так называемом, услышал всего лишь один раз. Говорит, я в судебном, вот в этом процессе, я просто мог сидеть разгадывать кроссфорды в надежде просто услышать, что наконец-то будет говорить про меня, но про меня там сказали один раз. И говорит, и за что в принципе я должен сидеть 15 лет, если состава преступления как такового нет вообще. И становится предельно ясно, почему суд был закрытым, почему суд был в СИЗО и почему туда никого не пускали. Да потому что там пустое обвинение, и материалы дела, я не знаю, написаны в каком бреду и в какой агонии, если человек, находясь в камере СИЗО номер 1 на Володарского, управляет августовскими протестами. Но, ребят, это позор на самом деле, а гигантский просто, какой только может быть. Поэтому вот такие вещи он мне сказал, и я бы хотела их озвучить, и он меня попросил их озвучить, что я сейчас и делаю. Поэтому, ну, наверное, я хочу, чтобы это знали все, потому что это долго-долго скрывалось, потому что все, никто не может знать то, что происходит в закрытом судебном заседании, но вчера ему удалось это рассказать. Плюс ко всему сегодня на свидании он мне тоже об этом рассказал. С кем Игорь сидит в камере? Ну, конкретно, я не знаю, по каким людям, по каким статьям сидят люди. Знаю точно, что политических там нет. Я у него спросила, Игорь, как у тебя дела, как сокамерники сегодня? Он сказал, Даша, все хорошо. То есть, ну, никаких конфликтов у нас не возникает. Работники СИЗО я точно так же сегодня задала этот вопрос. Как к тебе относится, и что не так, если что, просто сейчас прямо говори мне, и мы будем это решать. Он сказал, что, ну, никакого давления после вчерашнего приговора на него не оказывалось. Единственное, что меня очень насторожило и разозлило, это то, что он уже два раза пишет заявление на медикаменты, но врач, вот этот вот, который в СИЗО находится, не хочет его подписывать. Но ничего страшного, я думаю, что я поговорю с врачом, и этот вопрос мы очень быстро решим, потому что мне, на самом деле, в жодзе нахватило того, что ему не оказывали медицинскую помощь, а здесь просто банально подписать заявление на то, чтобы я передала ему медикаменты. Ну, посмотрим, будут, значит, разговаривать лично с кем-то из представителей вот этих вот врачей, там кто там еще есть, начальник медсанчасти, то есть, ну, будем как-то этот вопрос решать. Что он попросил передать всем белорусам? Наверное, вместе со мной мы сходимся во мнении, и он попросил белорусов быть сильными, смелыми, говорить открыто о том, что здесь происходит, не сдаваться и ни в коем случае не прятать свои головы в песок, потому что от этого зависит действительно жизни, судьбы, здоровье тех, кто сейчас находится в застенках тюрем. Да, это тяжело, да, это страшно, но, ребят, поверьте, пожалуйста, что там, в этих стенах ужасного бирюзового цвета намного страшнее, намного тяжелее, чем здесь нам пока что на свободе. Поэтому он сказал, белорусы, будьте сильными и смелыми, и сдаваться ни в коем случае не нужно.